Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал, и наконец-то настал тот самый день, сегодня мы вместе с вами покупаем мне мой второй тягач, и в сообществе было голосование, я вас спрашивала, как вы думаете, какой тягач я куплю, и почти все, большинство, были задав, и собственно поэтому сегодня мы около салона дав. А, где в Козородом, Козородом? Но прежде чем мы с вами перейдем к покупке моего грузовика, хотелось бы вам рассказать об одних очень важных изменениях на моем канале, вы все знаете мое расписание, в вторник, четверг и суббота я выпускаю ролики по симуляторам, в среду и воскресенье у нас с вами стримы. Все остается так же, но теперь в понедельник и пятницу я буду выпускать еще новые ролики, но не по симуляторам, а по играм других жанров. Но если вы на моем канале любите смотреть только симуляторы, АТС, ЕТС и прочее, то не переживайте, они точно так же остаются на канале, поэтому смотреть ролики других жанров я вас, конечно же, не заставляю. Ребята, во время съемки видео произошло такое, что камера засветила мне все лицо, но перезаписывать и снимать заново этот ролик я не захотела, просто потому что тогда не будет моих настоящих эмоций и именно первого впечатления от нового тягача. И в принципе на ролике это никак не сказывается, но и хочу вас порадовать, в следующем ролике по ЕТС-2 я вам расскажу о конкурсе розыгрыша трех ключей от Евротрак Симулятор 2. И давайте мы с вами приступим наконец-то к покупке пузырька, я думаю все уже догадались, что это конечный уже самый-самый новый год, да, в 2021XG+, у которого вместо камер, вместо камер, у которого вместо зеркал стоят камеры и мы будем видеть прямо внутри салона. Я хочу сразу сделать немножечко другой цвет, но потом впоследствии мы его конечно поменяем, мы с вами сделаем какую-нибудь интересную раскраску, а сейчас пусть он будет вот таким вот у меня голубеньким, просто я так захотела, чтобы радовал мне глаз, так что берем и покупаем. Посмотрите, какова красота, какой он хорошенький, какой он милый, ну прекрасно же, красота, и вот мы за рулем, мы за рулем, смотрите, у нас какое зеркало, зеркало, ну зеркало, ну по сути камера, ну по сути зеркало, давайте разведем, ой, посмотрите, ой, как красиво, мы с вами можем менять бортовые компания, и лучше, что нам хочется, мы ее будем, но пока давайте ставим, так, бензин мы с вами едем, у нас тут есть навигатор, ой, красиво, он большой, такая большая кровать, тут есть время, что-то еще нужно настраивать, посмотрите, реально у него столько места, он очень классный, реально такой красивый, и вот он как-то, собственно, будет снаружи, я думаю, вы уже успели на него посмотреть, ну классно, реально классно. И давайте мы с вами повезем автопогрузчики из Санкт-Петербурга в Псков, выбирайся. Ой, как хорошо, как приятно, как прекрасно на нем кататься. Я, конечно, еще даже и километра на нем не проехала, но все равно, мне уже все нравится. Так, знаете, я бы, наверное, немножко поднастроила его сиденье, но как мне удобно. Так, 5, 5, 5, 5, 5, 5, давайте попробуем так, наверное, чтобы не было еще бензин, если что, потом настрою по-другому, как мне будет удобно. Но пока что, давайте, будет так. Ой, ну, посмотри, он такой новый, он такой красивый, он такой приятный, на нем прям ездишь и просто кайфишь, я не знаю. Моя с Каней, наверное, там сейчас где-нибудь плачет просто в сторонке. Нет, с Каней я с ней, конечно же, поживлю, и что мне... Я купила новую дату, что должна стоять просто, не ждать пока. Да что это такое? Погнали, погнали. Надеюсь, мы успеем, надеюсь, мы успеем. Все. И поехали. А то пока там простоишь, можно состариться за это время. Ой, так хочется аккуратно нам в нем ездить, не разбивать его, смотреть по сторонам даже хочется. Ни в кого не врезаться. Так, сколько нам с вами туда ехать? 115 километров нам ехать только до Питера, чтобы забрать этот загруз, хотя я вроде как использовала быстрое перемещение и хотела сразу оказаться в Питере. Но почему-то я туда не переместилась. Ну да ладно. Поэтому мы сейчас поедем только до места, где у нас с вами будет загрузка, но ничего страшного. Мы же с вами наслаждаемся, посмотрите, как здесь красиво. А мы где? Ну мы где-то возле Питера, получается, если мы не в Питере. Давайте обгоним эту маленькую машинку, у нас лошадиных сил побольше, наверное, ну да, 100% больше. Ой, ну вообще классно, вообще прям здорово, прекрасно, чудесно. Но давайте отойдем от нахваливания Дафа, и пока мы с вами едем в Питер, я вам расскажу о том, что... Я же несколько не сказала, какое видео выйдет на канале в понедельник, либо в пятницу. У меня же происходят важные изменения на канале, да, все остается точно так же. Все симуляторы и прочее остаются. Мне надо туда. Все, и поехали. Ну так вот. Во вторник, в четверг, в субботу, да, как я уже говорила о самом начале, у меня точно так же будут выходить видео, связанные с симуляторами. А в понедельник и в пятницу будут выходить видео по другим жанрам, которые не симуляторы. И первая игра, которую я начну проходить, ну конечно, помимо Резидента, да, Резидента V8 у меня уже есть на канале, у меня будет еще Детройт. То есть я совсем скоро начинаю проходить Детройт, и я думала, вам будет это интересно, потому что я вас даже на стримах спрашивала, нравится ли вам эта игра. Не обращайте внимания на то, что я как бы сейчас нарушаю скоростной режим, немножко. Просто мне интересно максимум, насколько его можно разогнать. Слушайте, он прям вообще какой-то шибкомощный. А теперь смотрим, как он быстро успеет затормозить, потому что нам надо сворачивать. Тут вообще ограничение 60. Он прям такой резвый, он прям такой, ну серьезно, мощный. Я просто, знаете, реально от радости на нем мчусь, просто как сумасшедшая. Мы с вами еще даже не доехали до Питера. И вот, я буду проходить Детройт. Я вас на стримах спрашивала, нравится ли вам эта игра, сами ли вы в нее играли, и хотели бы посмотреть на прохождение в моем исполнении. И все вроде как были не против, все вроде бы было интересно на это посмотреть. Поэтому я решила, что у меня будет Детройт, но после Детройта я буду играть в GTA V. Много, очень много, кто просил GTA V, слушайте, он так разгоняется быстро, что я даже не успеваю просто среагировать. Вставишь, коротко, школа болит. Ну, а те, кто любит играть и наблюдать за игрой, только в Евротракт Симулятор 2, или в Американ Тракт Симулятор, там Ферн Базбас Симулятор, Ферму, ну, в общем, одни симуляторы, то вы ничего не теряете, это все так же остается на канале, поэтому можете даже не расстраиваться, просто меня будет побольше. Я, конечно, постараюсь реально каждый день выкладывать ролики, возможно, да, будут какие-то форс-мажоры, когда мне не будут получаться выкладывать их в понедельник и в пятницу, как я хочу, но я буду стараться, так сказать, поддерживать дисциплину и делать это так, как я хочу. А тем временем мы с вами уже доехали до места загрузки. Загрузки, я правильно говорю? Загрузка это называется? Или погрузка? Загрузка, погрузка, выгрузка. Тормози, тормози, тормози. Надо будет, наверное, на нем интенсивность торможения сделать посильнее. Так, протемнется. Так, и берем наши автоподвущики. Сейчас мы заберем прицеп. Так вот, они стоят, нас уже ждут. Тормози, тормози, тормози. Да, я чуть не стала напевать песню из этого. И хват, поехал-ка, господи. Начала напевать песню из Чак-паука. Просто, знаете, к этому дату еще нужно приулы, потому что он прям такой резвый, он такой весь... У-у-у-у-у-у. Моя сканья по сравнению с ним вообще улитка оказывается. Так, и поехали. Кстати, сколько весит наш груз? Наш автопогрузчики. Они весят. Сколько вести? 11 тонн. В принципе, это даже не тяжелый груз, поэтому я думаю, он легко с этим справится. И едем мы с вами в Псков. Едем в Псков. Сложное название опять городов. Но самое сложное, конечно, было, когда я пыталась выговорить Нюрнберг. Но сейчас у меня уже получается. Тогда, когда я пыталась это прочитать, надо мной потом все в комментариях смеялись. Так. Ну и так же, раз уж я буду проходить в Детройт, в принципе, игра не сильно длинная. Там прям не так уж много часов задействуются. Ну, конечно, много. Но можете уже писать, какие игры вы хотите видеть потом на канале. Я никого не вижу, значит, я могу ехать. Поэтому сразу пишите ваши пожелания, что вы хотите видеть дальше, что вы хотите, чтобы я еще поиграла. Может быть, какая-то сюжетная игра, может не сюжетная игра, может быть... Кстати, я еще подумывала о киберпанке. Но это уже потом, это уже потом, 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 когда-нибудь, когда-нибудь после Детройта и после ГТА 5. Вот, может быть, киберпанк, но у меня, конечно, у меня нет лицензии. Поэтому буду так. Где-нибудь его скачаю, как, наверное, многие делают, и буду играть. Так, мне бы, наверное, повнимательнее смотреть в зеркала, чтобы я ничего не зацепила и не съехала на обочину. Но, не знаю, как вам, но лично мне это, да, прям сильно-сильно-сильно нравится. Но пишите, конечно же, ваше мнение в комментарии. Ну, что это так, тормозишь? Конечно же, пишите ваше мнение в комментариях. Пишите, нравится ли вам DAF. И пишите, какая у вас любимая марка тягача. Одобряете ли вы мой выбор? Вот. И давайте... Мы же с вами по-любому будем его перекрашивать. Будем придумывать ему какой-нибудь интересный дизайн. Поэтому обязательно пишите, что бы вы хотели видеть в исполнении на этом тягаче. Какого бы цвета вы бы его сделали, и какую раскраску бы вы ему придумали. Может быть, я... Я, конечно, читаю все комментарии. Может быть, какой-нибудь мне понравится. И я оформлю его так, как мне скажет мой подписчик. И, кстати, кстати, помните, когда я снимала обзор на Сибирьмап, я в своем инстаграме говорила о том, что там кроется небольшая пасхалка, которая связана с одним из моих следующих видео. И, по сути, пасхалка не была такая сложная. Но, насколько я помню, я изучала комментарии, я реально, я читаю постоянно все ваши комментарии, я поняла, что только один человек, один либо два, что ли, прям реально немного догадались, что это было. В общем-то, видео по Сибирьмап, где не именно не в стриме, а в видосе, так у нас пошел ночь. Я каталась на Рено Т в такой вот еще раскраске, о которой тоже я рассказывала вам в одном из видео. И я вам, как бы, знаете, как будто бы специально показала, что стоит внутри на панельке у этого Рено. Я прям вам показывала, смотрите, как он выглядит изнутри. Там вроде бы была собачка, но самое главное, рядом с этой собачкой, там точно должна была быть собачка, вроде не ошибаюсь, там стояла фигурка тягача DAF. Но там был DAF XF, там не было DAF G+. Вот этого нового там не было. И я его туда специально поставила, для того, чтобы вы хотя бы догадались до того, что я следующий свой тягач, который буду покупать, возможно, это будет DAF, но никто, почему-то, кроме там нескольких человек, не догадалась это такой пасхалки, хотя давно, давным-давно могли догадаться, что это будет DAF. Ну и, помимо этого, конечно, очень много было голосов. Я же... Так, скользко. Эть, эть, эть. Я же создавала опрос в сообществе у себя на канале, спрашивала вас, как вы думаете, какой будет следующий тягач. И большинство, реально большинство, там очень много голосов. И было именно за DAF, и, конечно, вы все оказались правы. И мне вот... Так, у меня фары в... Я считаю, все это время ехала без фар. Но, по сути, вот смотрите, вот они горят, а вроде бы даже ничего не меняется. Почему каждый раз? Каждый раз, когда я играю в ETS и VATS, я забываю включить фары. Это что такое? Реально, я не забываю только тогда, когда темно, и я перед собой ничего не вижу. Во все остальное время я постоянно включаю эти фары. Вот зачем? Ой, точнее, я забываю включить фары. Вот как это получается? Вот серьезно, просто... Я не знаю, как мне запомнить, что мне нужно перед тем, как поехать, и включить. Я должна это знать вообще как отчинаш, потому что без фар нельзя ездить. Ну ладно, ну ладно, как бы ничего страшного. У нас уж так получилось. Едем мы с вами, конечно, в дождь. Мало тут красивого можно разглядеть и заметить, но да ладно. Да ладно, надеюсь, вы полюбуетесь хотя бы вот такими пейзажами Питера. Но мы из Питера тоже, наверное, выехали. Наверное, да. Где мы еще сейчас с вами едем? Непонятно. Нам с вами осталось ехать 262 километра. Напоминаю, что мы везем автопогрузчики 11 тонн из Санкт-Петербурга в Псков. У нас там указательный аэропорт Пулково. Здорово, здорово. Думаю, можем так же обогнать, только главное, давайте сразу так, чтобы предотвратить какую-нибудь возможную аварию. И поедем. Сильно гнать, конечно, мы не будем. Я сейчас сильно не превышаю, потому что понимаю, что во время дождя я могу куда-нибудь вылететь. Меня может занести, потому что очень скользко. Так что будем с вами аккуратно двигаться и перемещаться. Конечно, я проведу стрим на дафе. Возможно, я чаще буду кататься на нем. Посмотрим, как мне все-таки будут удобнее. Но у меня теперь два собственных тягача. Так что раньше я говорила, что любимая марка тягача у меня это Скания. Но знаете, катаясь сейчас на и дальше, я понимаю, что, возможно, Скания не единственная моя любимая марка. Кстати, дождь у нас закончился наконец-то. Нормально, адекватно. Погода, светит солнышко. Поэтому оставшуюся часть пути мы с вами поедем с нормальной погодой. Ну и вот, мне кажется, что да, в принципе, стоит на одном месте со Скани. Ну я, конечно, на нем еду первый раз, но все равно, все равно мне нравится на нем. Прикольно, он реально классный, интересный. Мне нравится же здесь такая вот приборная панель, она такая меняется, она такая вся. Красивая, отвлекаюсь за рулем. Все, 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 едем дальше аккуратно. Ну и, конечно, знаете, что мне еще кажется? Вот на меня только сейчас вот дошла эта мысль, что больше кайфа от игры мне сейчас доставляет не только нас, но также то, что я играю на новом мониторе. Потому что я уже сняла видео по АТС на новом мониторе, я уже провела стрим на новом мониторе, но именно по фунгайз, то есть не по симуляторам. И сейчас в ЕТС первый раз я снимаю видео на новом мониторе. И это как классно, вот серьезно. Просто из-за того, что, наверное, экран изогнутый, из-за того, что сам монитор имеет вот изогнутые вот эти вот свои киня, получается такое полное чувство, это реально повышение в игру, как будто бы я вот прям реально на этом темпе чей сижу и еду. Вот реально здорово, и может быть еще вот по вот этой вот причине мне это доставляет такое удовольствие просто в этой игре. Так. Ждем, когда загорится зеленый. Ждем, 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 ждем. И поехали. Вот. И знаете, что еще? Знаете, что еще? У меня можно смотреть, так сказать, состояние моей видеокарты во время игр. Ну, скажем так, не видеокарты вообще вот в целом. Ну, видеокарты, да, видеокарты. Скажем, видеокарты. А то еще что-нибудь на голове такое о вас запута. И так, в общем. Во время теперь. Раньше такого, конечно, со старым монитором не было. Я говорила уже об этом на стриме, но теперь во время игр процент загруженности графического именно процессора составляет 100. То есть у меня графический процессор просто там сейчас вот на полную мощность сидит и просто потрачит, лишь бы вывозить просто этот монитор. Вот такие вот дела. Но, я не знаю, не знаю, наверное, все-таки нам нужна будет в будущем видеокарта с вами лучше, потому что моя явная показывает даже не все прелести этого монитора. Там просто процессор так вот сидит и такой, мне плохо. Просто умирает. Иван, город, луга. Интересно. Но в целом, вот реально, это настолько классно. Он просто огромный. Я же взяла 32 дюйма. Этот монитор, он такой классный. Он такой прекрасный. Я не знаю, сколько видео подряд я еще буду говорить о том, какой у меня прикольный, классный монитор. Но, знаете что? Без вас, конечно, этого всего бы не получилось. Без вас я бы не смогла вообще, наверное, когда-либо в жизни заработать, да, накопить на такой вот монитор. Потому что он, ну, дорогой. Он классный, он качественный. А это что там такое? Это кто? Это что? Это что-то интересное. Что это? Вам сильно гордый духом, мужественным. Принешь из дамы свободы. А, поняла. Поняла, поняла. Все, все, я ее увидела. А то у меня зрение, знаете, такое, что я туда еще рисую, что это такое. Все, двигаемся с вами дальше. За нами дальше никто не едет. То есть я просто такая взяла. На дороге остановилась, никто даже не по сигналю. Нам тем временем с вами ехать еще 136 километров. Еще нормально так нам с вами ехать. Указатель нам показывает на Лугу и на Псков. Здесь прям такая интересная, красивая трасса. Такие деревья, такое лето, так мило, так красиво. Это навстречу, кстати, вроде даф едет. Да, это тоже даф, но он какой-то другой. Не тот, не тот, что у меня. У меня самый лучший, самый дорогой. Он реально дорогой для того, чтобы мне на него... Точнее, чтобы мне его купить, мне пришлось еще, понятное дело, вне записи кататься туда-сюда, а зарабатывать на него, потому что денег-то у меня было, оказывается, не так уж, что и много. Поэтому едем с вами дальше, теперь на новом дафе, на который я все-таки здесь смогла заработать. И знаете, что мне интересно? Вы, наверное, в курсе, да, кто-нибудь из вас из пяти тысяч, из пяти с половиной, почти тысяч человек, которые меня смотрят. Наверное, кто-то им все-таки интересовался ценой в реальной жизни, сколько стоит этот даф. Поэтому, если вы реально знаете, сколько он стоит в рублях, там, в долларах, в гривнах, неважно, напишите об этом в комментарии, я почитаю, потому что мне интересно, сколько стоит именно вот такой вот тягач, да, 2021 года, такой весь из себя навороченный, с такими вот камерами вместо зеркал. Но, знаете, я даже, ну, предположить не могу, сколько он может стоить, потому что я не знаю даже, сколько стоят обычные тягачи в реальной жизни. Ну, может быть, ну, вот сейчас, ну, вот, не знаю, ну, 5 миллионов, 7, 10, 3, может, нет, ну, 3-да точно нет, за 3 миллиона сейчас только машина можно купить, 15, 20, 25, не знаю, наверное, какой-то вариант правильно-то сейчас я назвала, да, или приближенный к тому, но, честно, вот, прям, абсолютно без понятия, но мне очень интересно узнать. А, и знаете что? И знаете что? Я тут пока еду, с вами такая разговариваю, я недавно пересматривала свое самое первое видео, и я там молчу, я просто так много там молчу, и я такая, блин, Лиза, ты чего молчишь, это же летсплей, надо разговаривать, надо что-то рассказывать, общаться с подписчиками, рассказывать им что-то интересное, да, там из жизни, из игры, из чего-то связанного со стримами. И это просто такая, и все, я такая, думаю, ничего себе, но, счастье, думаю, я уже немножко прокачала навыки вообще, общения, да, и записи роликов, как мне кажется, поэтому мне кажется, что я стала пообщительнее в видосах, чем раньше, я думаю, что вам это нравится, потому что я ради вас стараюсь, я стараюсь не замолкать, да, потому что, знаете, я такая говорю-говорю-говорю, мне даже самой вот реально очень интересно вам с вами делиться вот этими всеми впечатлениями от нового дафа, от нового монитора, вообще вот от всего-от всего, потому что вы у меня такая прекрасная, такая чудесная аудитория, я не знаю, у меня, наверное, только вот из всех комментариев, из всего количества подписчиков, только, может быть, там, 1%, даже 0,5%, которые, там, шутят про то, что эй, девка за рулем, там, заберите у нее руль, она, там, кататься не умеет, она во все врезается, там, то, все, пятое, десятое, реально очень мало вот таких вот людей, которые, вот, нападаются реально в комментариях, все остальные мои подписчики, конечно, такие лапочки, Лиза, молодец, да у тебя все получится, да ты всему там научишься, ты такая хорошая, добрая, там, в общем, очень-очень приятно, очень мило, выбираем серьезно, мне аж как-то поднимаете мою самооценку, мотивируете меня снимать дальше, потому что я раньше, когда только-только вот начинала, так говорю, как будто это было, там, миллионы лет назад, на самом деле, всего несколько месяцев, но когда я только начинала, я боялась критики со стороны людей, я боялась, что в этой сфере у меня, там, не будет никакой поддержки, и в итоге такая колоссальная поддержка, что я просто в шоке, настолько колоссальная поддержка, что я сейчас сижу и играю на дорогущем просто мониторе, я не могла поверить, что такое вообще реально возможно, но раз уж я вернулась к теме мониторов, теперь я читаю чат на втором мониторе, и сегодня, точнее, вчера, вчера, когда я, когда вчера, погодите, какой сегодня неделя, а, да, видео сейчас выходит в четверг, в среду был стрим, все, все, значит, все, я немножко иногда теряюсь в днях недели, в общем, в среду у меня был стрим в Фулгайсу, и там я в первый раз во время стрима читала чат именно вот со второго монитора, и это удобней, не было просто ни одного человека, которого я бы проигнорила, я даже не видела ни одного сообщения в чате по типу, Лиза, ты меня игноришь, ты мне не отвечаешь на сообщения, не было вообще такого, потому что я реально, я просто все сообщения читаю, у меня большой, у меня большой экран, я всех вижу, у меня прям крупным текстом прям написаны все эти сообщения, а с моим плохим зрением это реально было напряжно, потому что, когда у меня телефон стоял возле монитора, он на него как бы опирался, и был на расстоянии, как монитор от меня, и если монитор-то большой, и на нем как бы видно, да, что написано, то на телефоне, у меня не такая большая диагональ телефона, не было видно вообще ничего нормально, как он резко заворачивает, и в начале стрима я чат еще видела нормально, я еще как бы пыталась успевать все прочитать, и все такое, но потом, когда проходила, наверное, часа два, полтора, часа три уже стрима проходила, я понимала, что я уже реально просто очень плохо вижу, что у меня уже плывет в глазах, что мне сложно читать, и бывало приходилось заканчивать, просто потому что, ну, глаза уже устают, но я не могу как бы дальше насиловать свое зрение, оно у меня как бы и так не очень хорошее, но сейчас, все время, сколько шел стрим по Фонгайсу, не было такого, что у меня устали глаза, я такая, вау, ничего себе, как это вообще, так, запускайте нас, запускайте нас, запускайте, 5, 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 Такой синенький. Но я, конечно, не ошибка. Надеюсь, что у меня сейчас получится, потому что, ну, это же я. О, получилось, получилось. Мы смогли, мы с вами доставили груз с автопогрузчики из Санкт-Петербурга. Схов, превосходно. Всё. И заработали даже денежек немножко. И на этом всё. Всем большое спасибо за просмотр. Я очень буду рада вашим подпискам, лайкам и комментариям. Также не забывайте о том, что все важные ссылки на Инстаграм, группу ВКонтакте и Дискорд находятся в описании. И встретимся в моих следующих видео, роликах и стримах. И всем пока.